Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Александр Тимшин, в эфире «Разговор по существу». И сегодня у нас в гостях магаданский межрайонный природоохранный прокурор Станислав Пруцков. Здравствуйте, Станислав Андреевич! Добрый день! Расскажите, чем в ушедшем году наиболее активно занималось ваше ведомство? В первую очередь хотелось бы остановиться на задачах и направлениях деятельности природоохранной прокуратуры. Наша работа носит межрайонный характер. Это значит, что полномочия природоохранной прокуратуры распространяются на всю территорию Магаданской области. Нами проводятся проверки с выездом непосредственно на места. При необходимости привлекаются специалисты контрольно-надзорных органов. К задачам природоохранной прокуратуры относится надзор за исполнением законодательства об охране окружающей среды и природопользовании. Актуальными направлениями нашей работы являются надзор за сохранение объектов животного мира, водных биологических ресурсов, лесопользование, недропользование. Ну и, естественно, в этих сферах выявляется наиболее существенное количество нарушений. К слову сказать, в 2019 году нами выявлено более 380 нарушений требований федерального законодательства. В целях устранения данных нарушений нами внесено 120 актов прокурорского реагирования. Более 80 лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. И количество нарушений, выявленных нами в сфере охраны природы, ежегодно растет. Довольно-таки неплохая статистика, но все-таки какие меры принимаются в отношении нарушителей? Устраняются ли нарушения или повторяются, скажем так, вновь-вновь? И нарушители-то одни и те же или все-таки понимают, скажем так, дисциплинарные взыскания и уже не нарушают более? В ходе надзорной деятельности нами принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования. Естественно, при принятии мер мы исходим из тяжести выявленного нарушения. Наиболее распространена практика внесения представления прокурора, в котором содержатся требования об устранении тех или иных нарушений. Если же лицо, которое получило акт прокурорского реагирования, не исполнило требования прокурора, нами принимаются иные меры прокурорского реагирования, в том числе, которые влекут административную и уголовную ответственность. К примеру, нами проведена проверка в отношении одной из организаций города Магадана, которая осуществляла деятельность, направленную на обращение с отходами. На территории данной организации, это район улицы Транспортной в городе Магадане, имелся нефтесодержащий амбар для хранения нефтепродуктов. Мы направили представление об устранении нарушений, в котором содержалось требование о разработке проекта рекультивации и рекультивации данного амбара. Несмотря на то, что юридическое лицо согласилось с требованием прокурора, данные обязанности в соответствии с федеральным законодательством исполнены в установленный срок неболя. При этом мы обратились в Магаданский городской суд, который полностью поддержал наши требования и возложил обязанность разработать данный проект рекультивации и рекультивировать участок местности. Ну а все-таки, какие наиболее распространенные нарушения в области недр? В области недропользования типичными и распространенными нарушениями являются нарушения, связанные с разработкой участка недр вопреки требованиям лицензии, либо вообще без лицензии. В 2019 году нами проводилась проверка соблюдения законодательства о недрах, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, связанные с проведением рекультивации отработанного участка месторождения. Также непредоставление статистической отчетности, либо несвоевременное ее предоставление, и осуществление деятельности без надлежащей оформленной технической документации. Кодексом об административных правонарушениях в данной сфере предусмотрены очень существенные штрафы. Так вот, по результатам проведенной проверки, сумма наложенных штрафов по результатам мер прокурорского реагирования составила более 1 миллиона рублей. Конечно, данные штрафы являются существенными, и при повторном проведении проверки аналогичные нарушения нами уже не выявлялись. Серьезный ущерб экологии наносят несанкционированные свалки. Меняется ли ситуация в регионе по этому вопросу? Да, действительно, нами выявляются несанкционированные свалки на территории всей Магаданской области. На сегодняшний день, следуя реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, органы местного самоправления стараются и активизировали свою деятельность по приведению в соответствии своей деятельности требованиям федерального законодательства. Но количество свалок, которые носят стихийный и несанкционированный характер, оно продолжает расти. Например, если в 2018 году нами выявлено 9 таких свалок, то в 2019 году их стало уже 14. Безусловно, объем этих свалок сокращается. Если в 2018 году это были огромные свалки, расположенные на территориях, исчисляемых гектарами, то в 2019 году площадь таких выявленных свалок уменьшается. Поэтому следует констатировать, что в целом динамика есть. Но мы продолжаем мониторить данную ситуацию. В каждом случае принимаем меры прокурорского реагирования и понуждаем ответственных лиц к утилизации и ликвидации этих свалок и рекультивации нарушенных земель. Несанкционированные свалки содержат в себе предметы различного класса опасности, которые нарушают плодородный слой почвы. И процесс рекультивации как раз направлен на то, чтобы восстановить нарушенный плодородный слой почвы. Естественно, мы используем различные меры понуждения к совершению процесса рекультивации. Это и понуждение в судебном порядке, и внесение мер прокурорского реагирования в виде представлений. В 2018 году изменились правила рекультивации, и правительством Российской Федерации был установлен новый порядок. Прежде всего, перед тем, как рекультивировать нарушенный плодородный слой почвы, все организации должны разработать проект. В первую очередь, это основная задача юридических лиц, которые должны это сделать в силу закона. Спасибо, Станислав Андреевич, вам за ваши ответы. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях сегодня был Магаданский межрайонный природоохранный прокурор Станислав Пруцков. Это был разговор по существу. Я Александр Тимшин. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok